После неудачного выступления четырехкратных чемпионов мира на турнире Gold Cup в США, наставнику бразильцев Марио Загалу пришлось выслушать в свой адрес и в адрес футболистов немало ненадцати приятных слов. Однако матч с германской сборной, состоявшийся на минувшей неделе в Штутгарте на переполненном Готлиб-Даймлер-штадионе, куда, напомню, скоро пожалует и московский локомотив, еще раз подтвердил, что бразильцы по-прежнему являются одним из главных претендентов на победу в чемпионате мира во Франции, до которого осталось всего два с половиной месяца. Товарищеский матч носил отнюдь не меру любивый характер. Главный арбитр Дэвид Эллера из Англии предъявил игрокам восемь желтых и две красные карточки, удалив с поля сначала Юргена Коллера, а потом и Дунгу. К этому моменту бразильцы уже выигрывали 1-0 благодаря точному удару на 27-й минуте после розыгрыша углового полузащитника Сезара Сампайо, признанного одним из лучших у латиноамериканцев в этой встрече. На 65-й минуте счет сравнял вышедший на замену ничем не проявившему себя Юргену Кринсману Ульф Кирсен из Ливеркузенского Байера, являющийся на данный момент лучшим бомбардиром в Гундеслиге. Наверное, если бы встреча завершилась в ничью, это было бы закономерно. Но на последних минутах игры вновь блестяще проявил себя лучший футболист Мир Роналду. Весь матч он держался в тени и лишь в самом конце продемонстрировал свой фирменный проход, получив передачу от защитника Роберто Карлоса и убежав от опекавшего весь матч Кристиана Вернса к воротам Андреаса Кепки. 2-1.